Добрый день, мои дорогие зрители, гости канала, мои любимые подписчики. В этом видео я расскажу вам о ритуале встреч Бога-богатства, ритуал, который является ключом к привлечению благополучия и материального изобилия в ваш дом. Этот ритуал, традиционно проводимый в первый день первого лунного месяца китайского календаря, открывает путь к успеху, богатству и защите для всех членов семьи на протяжении абсолютно всего года. Это сакральное действие не только привлекает богатство, но и считается очень мощным способом улучшения финансового положения семьи, особенно в годы, когда финансовые перспективы кажутся какими-то неопределёнными. И давайте помнить, что все мы люди, нам всегда хочется больше, нам всегда хочется лучше. Мы так устроены. Ритуал встреч Бога-богатства активизирует энергии изобилия и процветания, создавая благоприятные условия для увеличения доходов и реализации материальных желаний каждого домочца. В ночь на 10 февраля 2024 года мы с вами будем встречать Бога-богатства. Вообще, как я лично буду проводить 10 февраля, этот день особенный, первый день лунного цикла, энергии сильные. Мы закладываем процветание на 20 лет. Сначала я буду встречать Бога-богатства, затем буду создавать карту желаний, затем мы уже все вместе будем закатывать апельсины, затем собирать вас в богатство. 108 желаний, благодарности, всё это также нужно сделать в течение суток. Ритуалы из гайда с практиками на каждый день обязательно, пожалуйста, делайте. Энергии вам благоволят. Это как если бы вы тысячу раз это сделали. Всё работает в этот день с геометрической прогрессией. Вообще, гайд — это настольная книга, которая нужна каждому. Там собраны секреты, которые когда-то стали золотыми ступенями на моём жизненном пути к жизни, наполненной изобилием и счастьем. Это знания, способные озарить и вашу дорогу, поднять вас над обыденностью, направить к звёздам, к жизни вашей мечты. Ведь всё в нашем мире — это энергия. Энергия волнообразная, пульсирующая вокруг нас и внутри нас. Мы сами — те самые живые конденсаторы, источники бесконечного потенциала. Именно энергетический заряд, который мы носим в своём сердце и разуме, и задаёт ритм осуществления наших желаний. Но есть моменты, уникальные дни, когда Вселенная раскрывается перед нами, готовые воплотить в реальность даже самые смелые наши мечты, самые смелые фантазии. Эти дни — бриллианты времени, и умение их находить и использовать — это искусство, которое я и стремлюсь передать вам. Мы, люди, очень склонны верить в магию больших-малых ритуалов, в их способность изменять мир вокруг нас. И да, в этих ритуалах заключена сила, истинная и мощная. И в книге я делюсь с вами самыми действенными из них, теми, которые уже многократно доказали свою способность творить чудеса. Кто желает найти поддержки у Вселенной и жить в соответствии с лунными ритмами, когда сама Вселенная вам помогает, у вас там абсолютно всё расписано. Новолуние — 15 ритуалов. Подсказка появилась в правом верхнем углу, и ссылочку, конечно, продублирую в описании. Отошли мы от темы. Итак, встреча бога-богатства. Лучшим временем для ритуала будет час сорок по вашему местному времени, отмечая начало года зелёного деревянного дракона по китайскому лунному календарю. Эта ночь — наш уникальный шанс провести особый ритуал, который привлекает богатство и удачу. Благословенный бог богатства Цайшень в этом году приходится юго-востока, 135 градусов, компасное направление. Размещаете бога-богатства на столе, ориентируете её так, чтобы она была обращена спиной к юго-востоку, и лицом смотрела на северо-запад, ведь он приходит с юго-востока. Ритуальный стол следует расположить в центре дома или гостиной. Знаете, существуют различные мнения среди мастеров фэн-шой направлений для привлечения энергии богатства в 2024 году. Некоторые предпочитают соседнее направление, избегая негативных потоков, связанных с летящей звездой 2, которая, как я уже говорила в моих предыдущих видео, она уже не такая негативная и не такая неблагоприятная. И как вы себе это представляете? Я вам говорю, он приходит с юго-востока, а вы там идёте на север встречать. Это всё равно, что вы самолёт, прилетающий в Шереметьево, будете в Домодедово ждать. Ничего не дождётесь, поэтому, пожалуйста, не волнуйтесь. В любом случае, главное в эту магическую ночь – это ваше внутреннее устремление к энергии богатства и ваша уверенность в том, что вы встречаете бога богатства, вы встречаете богатство и процветание. Собакам и драконам в 2024 году лучше ритуал не проводить, чтобы не нарушить энергию процветания. Однако, независимо от того, проведёте вы ритуал или нет бога богатства, как позитивная энергия ни в коем случае не принесёт вам вреда, не бойтесь об этом. Важно помнить, что многие вещи зависят от нашего внутреннего настроя и веры, а ритуал лишь усиливает поток изобилия и благосостояния, потому что мы туда вкладываем свою энергию. Помните, что ключевым в любом ритуале является ваша искренняя вера и ваш позитивный настрой. Создавайте гармонию внутри себя и вокруг себя, и это будет лучшим способом привлечь благополучие в вашу жизнь. Если вдруг вы не сумеете встретить союзение ночью, ни в коем случае, пожалуйста, не отчаивайтесь, проводите другие ритуалы, благо их очень-очень много. Ну а всем остальным нужно подготовиться, нужно подготовить накануне ночи, на 10 февраля, следующее. Что вам понадобится? Во-первых, стол, это может быть какой-то небольшой столик, журнальный для проведения ритуала. Красная скатерть, свечи, свечи лучше всего 18 штук, минимум 8. Я использую тонкие восковые разных цветов, благовония, не забудьте. Не забудьте, что свечи тоже символизируют много розовой свечи, а цвет любви, страсти. Давайте не забывать, что любовь – это все-таки одно из истинных наших богатств. Красная – цвет праздника. Поднебесные чаще всего используют именно этот цвет для ритуала. Зеленая – это энергия денег, а желтая – энергия счастья и исполнения желаний. Синяя – это энергия здоровья, что тоже по факту одно из самых главных наших богатств. Можете поставить свечи всех цветов, можете взять просто восковые желтоватого цвета, импровизируйте, готовьте свечи, какие вам захочется. Создавайте атмосферу волшебства. Фигурка или изображение бога богатства, можно сидящего на тигре, как у нас, а можно и простого веселого цайшеня в красном халате. У бога богатства очень много воплощений, это образ энергии процветания. Используется любой его облик, который у вас есть. Цайшень непременно услышит вас, примет приглашение и придет полакомиться. Три вида пирожных, пять видов фруктов, бананы, апельсины, груши, китайские груши и ананас. Шесть вегетарианских блюд, пять чашек китайского чая, пять чашек белого сухого вина, одна чашка сырого риса. Что касается любой посуды для божеств, которую мы делаем по отношению, это должна быть специальная для них купленная посуда, из которой вы сами, члены вашей семьи, никогда не ели и не пили. И не будете. Деньги для небесной канцелярии, евро, доллары, что нравится, рубли. В Китае используют деньги из огромного банка. В китайской культуре вообще существует очень глубоко укоренившаяся традиция, связанная с Лунным Новым Годом, когда люди используют вот эти вот символические деньги для уплаты пути божества домашнего очага к нефитовому императору. И это считается очень важным действием, чтобы божество могло доложить о потребностях и желаниях каждой семьи. Помимо этого, в китайской культуре практикуется желание вот этих вот купюр с огромного банка в честь духов ушедших предков. Считается, что в период Лунного Нового Года мир наполняется особыми энергиями, и в каждом доме открывается портал, через который духи предков могут посетить свои семьи, они могут присутствовать в доме на протяжении 15 дней, представляя какие-то важные подсказки, знаки своим близким. И сжигая деньги вот бутафорские или загробного банка, китайцы верят, что они пополняют потусторонний денежный счет своих предков, что способствует их благополучию от другой жизни. А вот взамен предки оказывают помощь живым, направляя их, давая знаки и посылая какие-то возможности. Это действие также может рассматриваться как вклад в какую-то личную свою карму, своего рода пожертвование для обитателей в небесной канцелярии. А вот традиция почитания предков, она принята не только в Китае, но и во многих странах Юго-Восточной Азии. Она является очень важной частью культурного наследия и способом укрепления связи с предками и в небесной канцелярии. Также, пожалуйста, мои дорогие, подготовьте свои талисманы, символы богатства, денег, изобилия. У кого есть вазы богатства собранные, ставьте их. Кто собирается после собирать вазу, поставьте сосуд, пусть он зарядится. И вот любые предметы, символизирующие богатство, это могут быть фигурки Хатея, Ганеша, золотые слизки, трехлапая жаба. Можете положить личные талисманы, деньги и даже свой кошелек. Я люблю украшения еще ставить. Все в ночь ритуала будет наполнено особой энергией, поэтому подготовьтесь заранее, подумайте, что положить на стол в эту ночь, потому что все это станет потом мощным магнитом. И, пожалуйста, приготовьте бланки, я их присылала в телеграм-канале, можете их сами нарисовать, можете распечатать те, что я присылала, а заполнять мы уже будем их красной ручкой. Дальше расскажу. Также иероглиф счастья, он вот здесь появился, и процветание. Фу, наверняка вы его видели, я его часто показывала. Фэн-шу из салфеточки, из красной салфеточки с золотым иероглифом. Это изображение нужно наклеить на входную дверь перед началом ритуала, сразу после полуночи. Нет салфеточки, можете распечатать изображение. Знаки, которые не могут встречать бога богатства, я уже сказала, драконы и собаки тоже могут наклеить такой иероглиф на дверь, хотя сами в эту ночь будут спать. Важно ли соблюдать ингредиенты по правилам ритуала? Это классика, да, но что касается угощений, подношений, тут есть всегда нюансы. Ведь для многих людей приобрести все, что указано выше, не всегда предоставляется возможным. Но это не повод не проводить ритуал. Бог богатства будет рад любому угощению. И да, миллионы людей будут кормить его всего лишь изюмом и рисом. Представьте, как он обрадуется вашему нестандартному угощению. На самом деле, ведь главное не ингредиенты, а ваше намерение, ваше внимание и забота. Любой ритуал нужно пропускать через свое сердце и делать то, что отзывается. У вас внутри, конечно же, не нужно стараться собрать, но нужно собраться, нужно стараться собрать все ингредиенты по списку. Но стоит обязательно посмотреть на свои возможности. Если вдруг чего-то не хватает, это не значит, что ритуал не может быть проведен. Пробуйте заменить продукты, придумайте что-то. Нет красной сказки или красной бумаги, пусть будут красные салфеточки, положите их под блюд со седой, импровизируйте. Ведь главное в ритуале не точная копия перечисленного 1.1, а вдохновение, ваш вклад и искреннее исполнение ритуала. Ожидание сказки, волшебства. В прошлом году я давала ритуал с точным количеством свечей и немного другими фруктами. Ритуалов очень-очень много. Главное ваше намерение. Пусть этот процесс проходит с радостью и верой в самое лучшее. Побольше самое главное вере, позитива и улыбок. Приготовьте заранее, продумайте свои желания, чтобы в ночь на 10 февраля у вас все было по-другому. Итак, пошаговый план встречи Бога-богатства 2024. 9 февраля подготовьте дом к ритуалу. Обязательно сделайте уборку. Даже можете очистить пространство. А вот в ночь на 10 февраля уже включаем свет, зарево. Можно использовать праздничные гирлянды. Перед проведением ритуала обязательно нужно принять душ. Причем, если вы проводите, встречать будете Бога-богатства всей семье, то всей семье нужно принять душ и благоприятно одеть на себя что-то желтое, может быть, какой-то аксессуар даже. После принятия душа 15-20 минут посвятить нужно молитве, мантре, медитацию, общению с высшими силами. Можете в этот момент просто благодарить Вселенную за все, что у вас есть. Далее застилайте стол. Самый лучший вариант застелить его красной скатертью, красной тканью. Идеально, если она будет новой, а затем мы уже накрываем стол, выставляя на него все принадлежности, свечи, благовония, еду, чай, вино. Включаем яркий свет. Если есть такая возможность, то во время ритуала лучше включить вообще весь свет в доме. Или хотя бы в той комнате, где вы проводите ритуал. А теперь самое главное и интересное. Расслабьтесь, сделайте несколько глубоких вдохов и пишем свои желания на бланках, которые я присылала в телеграм-канале. Очень важно, мои дорогие, желания пишет каждый член семьи сам и только для себя любимого. Один листок, одно желание. В эту ночь вы можете загадать и записать 8 желаний на человека. И еще, желания могут быть только материальные. Помните правила формулировки. Соответственно, после того, как вы это сделаете, зажигаете по 3 свечи и 3 аромапалочки в благовонии, если есть по обе стороны от бога богатство. И вновь произносите приглашение, поворачиваясь в разные стороны света. При этом необходимо громко и четко проговаривать свой адрес. Ведь богам нужно знать, куда идти. Затем, повернувшись лицом на юго-восток, царь шень у нас идет, приходит в этом году с юго-восточного направления, вслух приглашаете, зовете бога в свой дом, при этом не забывайте назвать адрес. Приглашайте в свой дом высших сил, приглашайте в свой дом, в свою жизнь, бога богатства. Во время приглашения очень важно поворачиваться лицом в разные стороны света и произносить мантры. Например, намо-гурубай, намо-будхая, намо-дхармая, намо-санхая. Для ответственных 108 раз, 108 сакральное число, это мантра прибежища, призывает на помощь всех, будь со всех сторон света и переводится как ищу прибежище в гуру, ищу прибежище в будь, ищу прибежище в дхарме, ищу прибежище в санке. Продвинутые во время чтения таких мантр могут делать простирание, здесь важно не количество, а качество и ваш искренний посыл, не точность, а личное восприятие, радостное, волнительное состояние, вы принимаете энергию процветания. Поворачиваемся лицом на юго-восток, вслух приглашаем, зовем Бога богатства в свой дом. Можно использовать свои слова, свои приглашения. Также можете прочитать мантру, приумножающую драгоценности 3, 9, 27 или 108 раз. Омби пула гарба мания. Не волнуйтесь, я обязательно напишу слова мантр в описании к видео. Мантру абсолютного успеха читать нужно 7 раз, либо-либо, да, можно и то, и то, конечно. Обе эти мантры есть на канале. Мантры как бы открывают во время проведения ритуала путь энергии процветания в ваш дом. Для тех людей, кто пока не работает с мантрами, не зацикливайтесь, включите их на YouTube, на моем канале они есть, и приглашайте Бога богатства своими словами, призывайте помощь небес, высших сил. Также своими словами можно сказать, например, я, ваше имя, фамилия, приветствую Бога богатства. Я открываю двери для энергии, изобилия и процветания входящих в мой дом. Обязательно скажите адрес. Я прошу, чтобы высшие силы поддерживали, помогали, защищали меня, направляли меня на правильные действия для моего блага, для моего процветания и для исполнения моих желаний. Далее можете назвать свои желания, повторить их четко, громко, можно даже трижды. Затем открываем все окна, форточки, входную дверь, пусть энергия богатства войдет в ваш дом. Подождите 10 минут, помедитируйте, представьте, что ваши желания исполнились. Зажгите остальные свечи, зажгите остальные благовония, не важно, где и как на столе они у вас стоят. И попросите у высших сил поддержки для всех членов вашей семьи. Здоровья, успехов, процветания, богатства, денег, любви, гармонии, в общем, всего того, что вам необходимо. Обязательно открыты окна, обязательно открыты двери. Пусть энергия богатства входит в ваш дом. И, пожалуйста, будьте благоразумными, не забываем о технике безопасности. Нам совсем не нужно, чтобы кто-то заболел или в распахнутую дверь, чтобы к вам кто-то заглянул. Поэтому достаточно просто приоткрыть на время несколько окон, а также дверь. После этого вы ходите из дома на улицу или на вашу лестничную площадку. Здесь везунчик, и те, у кого частный дом. По классике нужно отойти от входной двери на 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, или может быть 38 шагов, как позволяет площадь. И с пением мантры, проговариванием аффирмаций, сжигаем записки с желаниями от свечи и бутафорские деньги. Пока горит, можно повторять, желание мое исполнено, желание силой наполнено, сила Богом дана, пепел развеять по ветру. Сжигаем желание, сжигаем имитацию денег, и если у вас осталось с прошлого года изображение Бога богатства, если у вас просто распечатка была, тогда его сжигаем. Фигурку Бога богатства мы никогда не сжигаем, а используем из года в год. Он накапливает себе благоприятную энергию. Затем мы благодарим высшие силы за помощь, оставляем угощения на столе на сутки, на 24 часа, есть их нельзя, все потом нужно отдать птичкам или выбросить. Бога богатства самого через сутки переносим в более удобное, почетное место, где он пробудет у нас целый год. Но правила размещения нарушать нельзя, его изображение или фигурка должны стоять спиной на юго-восток, а лицом на северо-запад. Это должно быть чистое, хорошее место, никакой навеки закрытый шкаф или кладовка ни в коем случае ему не подходит. В течение года можно обращаться к нему, делать подношения, зажигать около него свечи. Если у вас фигурка за несколько дней до ритуала, вы видели, я сегодня как раз собрала все артефакты, разместите его в соль на 2-3 дня или же омойте в шафрановой воде накануне, а затем после сожжения желания день возвращаемся домой. Благодарим высшие силы за помощь. Когда свечи догорели или потухли, их остатки не нужно выбрасывать сразу, сложить их в коробочку, может быть, впечатленный коробок и оставить в доме примерно на 3 месяца. Затем их можно отправить в текучую воду или закопать под плодоносящим деревом и засыпать сверху медом или сахаром. Всю еду, как я уже сказала, через сутки мы убираем, она уже принадлежит тонкому миру. И если вы что-то начнете у него забирать, вы можете испортить свою удачу. Лучше птичек покормить, рыбок или просто выбросить. Деньги, символы богатства, деньги, которые вы размещали, теперь являются мощными артефактами для привлечения богатства. Их кладем в кошелек, в банковскую ячейку, размещаете в своем денежном секторе. Что касается ювелирных изделий, теперь они тоже являются мощным артефактом, притягивающим богатство и будут притягивать к вам еще большее богатство. Мои дорогие, ритуал хоть и сложный, на первый взгляд, но он мега сильный. И я очень рекомендую его вам сделать, потому что такая дата, как 10 февраля, она бывает один раз в 20 лет. Это коренным образом изменило мою жизнь, и этот ритуал может изменить и вашу удачу. Если вдруг что-то у вас не получается выполнить по той схеме, которую я сказала, не получается собрать ингредиенты, знаете, лучше сделать хоть что-то, чем не сделать ничего вообще. Если вы не можете сделать ритуал встреч бога богатства, то есть еще один ритуал, который помогает привлечь энергии процветания, богатства, изобилие в ваш дом в ночь на 10 февраля, сразу после полуночи, разместите на входной двери символ богатства иероглифу. Лучше всего его размещать, конечно же, снаружи дома, но если вы волнуетесь, что вас не поймут соседи, тогда можно и внутри. На уровне сердца самого высокого члена семьи иероглиф должен провисеть на двери 15 дней. Можете, если желаете, оставить до конца года, через год мы его сжигаем и заменяем на новый. Но у меня на этом все, мои дорогие. Я вам желаю хороших результатов, волшебных ритуалов, поддержки божеств. Обязательно встречайте этот волшебный период, бога богатства, делайте ритуалы, практики, пишите цели, мечты, загадывайте желания. Обязательно мечтайте и все у вас сбудется. Я благодарю вас за просмотр. Ставьте, пожалуйста, лайки, пишите комментарии и, конечно, подписывайтесь на канал, обнимаю вас. Всем классного дня!